Музыка Много лет назад мы, курсанты 118-го отдельного учебного танкового полка, дислоцированного в группе советских войск Германии, свои первые упражнения по освоению профессии механика-водителя делали на таких вот машинах. На тот момент были уже новенькие танки ИТ-54, ИТ-55, а под брезентами были ИТ-62. Но для учебных целей годились и старенькие 34-ки, прошедшие Великую Отечественную войну. Кстати сказать, наши цик командиры, которые тоже прошли войну, и полковник Снедков, впоследствии генерал армии, командующий группой советских войск Германии, и командир батальона, герой Советского Союза, подполковник Галлинг, кстати, оба они самоходчики-убийцы тигров, и замполит майор Блинов, который горел в танке на Зиеловских высотах. Все они с большим уважением относились к 34-ке. Ну а на старых танках первые упражнения мы выполняли для экономии моторесурса, а моторесурс был нужен, потому что, как говорил наш замполит, майор Блинов, в случае часа Х две заправки горючим, и мы у Ла-Манша. Ну, мы молодые курсанты этому верили, потому что, ну, во-первых, мы находились, как говорится, на передовой линии, потом мы смотрели на карту, и получалось, что от Ленинграда, или от Москвы, или от Сталинграда, и до Берлина, а именно там находился наш учебный полк под Берлином, неподалеку от него, значительно дольше, чем, скажем, от Эльбы и до Ла-Манша. Вполне возможно, что в учебном парке среди 34-х были и машины, которые пришли в Берлин в мае 45-го года, и привели их сюда экипажи, танковые экипажи 220-й отдельной танковой бригады. Дело в том, что 220-я танковая бригада принимала участие в штурме Берлина, и танкисты вместе с саперами, артиллеристами, пехотой брали из здания гестапо, из здания имперской канцелярии. Ну, а потом вполне возможно, что они уже выполняли после войны и другую чисто учебную функцию. Ну, а свой путь на запад, свои первые метры, танкисты 220-й отдельной, краснознаменной, ордена Суворова 2-й степени Гатчинско-Берлинской бригады начинали вот отсюда, с Пулковских высот. И направление первой атаки, ну, примерно туда, куда показывают танковые пушки, на Красное село. У каждой стрелы есть наконечник, а у наконечника – острие. Таким наконечником и стала танковая бригада, а острием – головная походная застава под командованием лейтенанта Александра Мнацаканова. Направление броска – Красное село. Восточная окраина Красного села. Именно сюда 75 лет назад подошла головная походная застава, возглавляемая Александром Мнацакановым. Немцы взорвали плотину, вот она находится южнее, и вода заполнила всю низину и закрыла железнодорожные пути, на которых находилось большое количество вагонов. По описанию, глубина составляла до 70 сантиметров. Пришлось офицеру-танкисту вспомнить свою довоенную профессию. Он учился в Тбилиси в железнодорожном вузе. Он смог расцепить вагоны, затем танками растащить их, и таким образом сделать проход, в который и устремились танкисты, и головной походной заставы, а затем и основные силы 220-й танковой бригады, которые шли по пятам. Красное село, улица Бронетанковая, дом 10. Памятная доска. Есть, правда, версия и такая, что названа улица в честь бронетанковых курсов, которые были в Красном селе до начала Великой Отечественной войны. Но, в сущности говоря, это дело не меняет. Разумеется, в боях за Красное село отличились не только танкисты 220-й бригады, но и пехота, и артиллеристы, и солдаты, и офицеры других родов войск. А для экипажа Ивана Цаканова Красное село можно считать первым пунктом, началом рейда по тылам противника. Свою роту от Красного села и вперед. Подобьют один танк, слази, лезь на другой, подобьют на другой, третий, подобьют пешком, ползком. Но ты должен дойти до соединения с ударами армии, которое наступало из района Арненбаума. А мы с Пулковских высот. Из Красного села дороги ведут на Пушкин, Кропша, на Гатчину и Кингисепское, Таллинское или Нарское шоссе. Его по-разному называют прямиком на запад. И, казалось бы, в годы войны Гатчина – это был главный опорный пункт, главный центр, главный узел обороны немцев под Ленинградом. И танкисты должны были бы двигаться прямиком туда. Но они получили приказ идти на запад направлением на Тепень. Почему? Да потому что навстречу им с Арненбаумского плацдарма двигались войска второй ударной армии. И необходимо было в кратчайший срок замкнуть мощное прочное кольцо вокруг отступавшего уже на тот момент немцев Петерговско-Стрельницкой группировки. Нам ставили задачу, чтобы сделать так, как сделали с Паульсом под Сталинградом, чтобы ни одна живая душа оттуда не ушла. Ну, туда селёнок так много не было. Техники не было. Первый крупный опорный пункт немцев на Таллинском шоссе в шести километрах от Красного села – это деревня Телези. И здесь я процитирую наградные документы на представление Александра Мнацаканова к званию Героя Советского Союза. Итак, обойдя противотанковый район с флангой, подавив сходу четыре противотанковые пушки, ворвался в деревню, где противник сосредоточил и приготовил к отходу целую колонну автомашин, тягачей и повозок с грузами. Подавив шесть пушек, охранявших колонну, танк Нацаканова врезался в гущу врага, прошёл через всю колонну. Итог. 11 автомашин, 8 тягачей с прицепами, 3 штабных фургона и более 20 повозок были раздавлены. Здесь следует заметить, в январе 1944 года, во время полного снятия блокады, танкисты 220-й танковой бригады действовали, и, наверное, на Северное это было впервые, так же примерно, как действовали немцы в начале войны, бросая в прорыв танковые клинья без прикрытых флангов. Весь расчёт на быстроту, на панику, на растерянность, на внезапность. Остальное довершали войска, идущие следом. Есть сведения, что молодой офицер-танкист пошёл на определённый риск и проявил определённую хитрость. Он велел своим танкистам включить фары, а поскольку дело-то происходило уже в тёмное время суток, то немцы приняли нашу танковую колонну за своих. Ну а когда осознали свою ошибку, то было уже поздно, поскольку следом подошли основные силы 220-й танковой бригады, и противник оказался между молотом и наковальней. Затем был бой за Русско-Высоцкое, и вот, наконец, Кипень, место, где мы сейчас находимся. Здесь танкисты Мнацаканова и встретились с частями 2-й ударной армии, которые наступали со стороны Аронинбаумского плацдарма. К сожалению, плотного кольца окружения сразу создать не удалось. Немцы, отходившие от Петергофа и Стрельны, двигались второстепенными дорогами. И в истории, кстати сказать, зафиксировано три места встречи. Кипень, Ропша и Русско-Высоцкая. Ну а затем, судя по наградным документам, танкисты Мнацаканова с автоматчиками на броне из Кипени повернули налево и пошли направлением на Гатчину. Населенные пункты Репузи, Пудась, Салюзи, Чернова, Педлина – это те деревни, которые на пути к Гатчине освободили танкисты 220-й танковой бригады и головной походной заставе под командованием Александра Мнацаканова. Отмечено, что танкисты первыми вышли к истоку реки Ижора, заняли круговую оборону и удерживали этот рубеж до подхода основных сил 220-й танковой бригады, отражая многочисленные контратаки противника. И далее в наградных документах, как бухгалтерской ведомости, перечень уничтоженных пушек, автомобилей, пулеметных гнезд живой силы противника. Ну а Александр Мнацаканов был представлен к званию Героя Советского Союза по итогам всего этого рейда. Надо сказать, что таких рейдов танковых на Ленинградской земле до января 1944 года не было. Да, наверное, и не могло быть, потому что основные боевые действия, как мы знаем, велись на Синявинских болотах и Синявинских высотах, а там особо танкам было не разгуляться. В конечном итоге совместными действиями войска 42-й армии 26 января 1944 года штурмом взяли Красногвардейск-Гатчин. 27 января стало днем полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Но есть в истории рейда танкистов 220-й бригады и головной походной заставы Мнацаканова эпизод, который в наградных документах не отмечен. И в разных источниках он описывается по-разному. Итак. Передвигаясь по одной из второстепенных дорог, его отряд обнаружил в засаде немецкие танки, несколько тигров. Невероятным образом с одним из них столкнулся танк Александра. А дальше произошло то, что в военной науке называется бронетанковый таран. Как только тигр начинал сдавать назад, для наведения орудия в нужную позицию, танк Александра синхронно подавался вперед. Тигр вперед, чтобы подцепить широкой гусеницей ходовую часть 34-ки. Наш танк синхронно откатывался назад. Маневрирование закончилось тем, что тигр благополучно увяз в углубленном им же Квете. А дальше пошла в ход связка наших гранат и ящик с патронами, которые немцы приняли за толпу. Подумали, что русские решили взорвать их и себя. Нервы не выдержали. Сдались в плен. А оказалось, что не только экипаж в этом тигре сидел, а еще и командование полка, которого мы еще там, вот под Русско-Высоцким, там и раздолбали их. Затем экипаж принял невероятное по своей дерзости решение. Выдвинуться на трофейном танке в сторону шоссе, по которому удирали немецкие колонны, куда тигр мог незаметно вклиниться и в нужный момент создать непреодолимую пробку. Сели и пошли. А что? Проверили, заводится, работает. Значит, боеприпасы более или менее есть. Но мы никак не могли наладить рацию. Пристроились в колонну немецких отходящих войск. И за ними, где поддавили грузовик, где-то пушку, где-то там черт знает что. И шли за ними. На повороте шоссе круто поднималось в гору. Трофейный тигр, выйдя на высшую точку шоссе и попутно расплющив немецкий фургон, стал в упор расстреливать подтягивающиеся к повороту машины, которые пытались на скорости преодолеть скользкий подъем. Так образовалась пробка, а точнее просто месиво, из уничтоженной вражеской техники и убитых фашистов. Когда снаряды кончились, пришлось спешно возвращаться к своим. А то, что свои не подбили мчавшийся к ним тигр, можно считать чудом. Повезло. Когда днем командование увидело плоды работы экипажа, их мнение было однозначным. Представить Нацаканова к званию Героя Советского Союза. Город Колпино. Школа номер 467. Музей 220-й отдельной гатчинско-берлинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени танковой бригады. Это соединение начало свой боевой путь неподалеку, в боях за Ям и Жору. Научная конференция, посвященная 75-летию победы в Ленинградской битве, организована школьниками под руководством заведующей музеем преподавателя истории Валентины Алексеевны Алексеевой. В одной из витрин небольшая картина, на которой легендарный эпизод 75-летней давности. Принение тигра экипажем Нацаканова. На противоположной стене портрет комбата Ушакова. Его тяжелые танки еще в августе 1941 года преградили путь противнику, наступавшему вдоль московского шоссе со стороны Любани. Батальон Ушакова и стал ядром 220-й бригады, а сам он погиб в конце того же года. Но остался в песне. И вновь портреты воинов-танкистов. Командир 30-й танковой бригады Владислав Хрустицкий пал смертью храбрых у поселка Волосово. Механик-водитель Валентина Грибалева при освобождении Польши. Комбат майор Михаил Кононов, ставший героем Советского Союза между Вислой и Одером, получил тяжелейшее ранение за полмесяца до Великой Победы. Это ведь только на схеме боевого пути бригады, от Пулкова до Берлина, все просто. А на деле – десятки сгоревших, подбитых, подорвавшихся танков, сотни отданных за родину жизни известных и неизвестных героев, прежде чем их товарищи дошли до Берлина. Их фотографии, портреты и рукописи – это самая большая ценность школьного музея. Пока мы смотрим на них, а они на нас, пока мы слышим их воспоминания, – они живы. Они и сейчас разглядывают тот самый глобус, на котором Гитлер делил мир. В том самом бункере, до которого и донесла с ленинградской земли свое знамя 220-я отдельная танковая бригада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова